Похищение, пытки, убийства и принудительная фильтрация. С этим ежедневно сталкиваются жители временно оккупированных территорий Украины. По данным ООН, более полутора миллионов украинцев были вынуждены пройти через так называемые фильтрационные центры. Там российские оккупанты обыскивают людей, забирают у них документы и гаджеты, изучают аккаунты в соцсетях и подвергают изнурительным допросам. О судьбе некоторых из тех, кто фильтрацию не прошел, родственники ничего не знают. В городах и поселках на оккупированной российской армии территории мужчинам незаконно вручают повестки. Там, по словам правозащитников, принудительно мобилизировали уже десятки тысяч человек. А за отказ воевать против Украины отправляют за решетку. В день с большого города забирают приблизительно 20-30 человек. Это если говорим о принудительной мобилизации. Просто уже некого. Те, кто принудительно мобилизовали, не факт, что эти люди пошли на фронт. Скорее всего, в 50% случаев эти люди отказались, либо дезертировали, либо отказываются идти на фронт. Их помещают в эти тюрьмы для отказников. Правозащитники сообщают об участившихся незаконных обысках в домах на оккупированных территориях. Российские оккупанты ищут украинских диверсантов, говорят местные жители. Мы имеем каждый день информацию о том, что торгаются, например, в места проживания людей. Без суда, следствия похищают, вывозят людей и потом содержат в неизвестных местах. Родственники не знают. У нас есть такая ситуация. Молодую женщину вывезли, и маленькие дети, несовершеннолетние, остались без родительского присмотра. Школьников на оккупированных территориях заставляют учиться по российским учебникам. На уроках детям навязывают кремлевскую пропаганду, выбрасывают украинскую литературу. В Донецке даже напечатали для первоклашек азбуку Донбасса. Родина – это Россия. И буква «Я» – язык. И мы, конечно, на нем говорим. И все даже первоклашки будут учиться по нормальному учебнику. Окупационные власти намереваются провести на захваченных территориях псевдореферендумы о присоединении к России. В городах проводят агитацию, раздают листовки и зазывают местных жителей на незаконное голосование. Хотели провести псевдореферендумы в начале сентября. Мы видим, что все это проваливается абсолютно, потому что только завезенные несколько сотен статистов пытаются изображать счастливое население, которое приветствует оккупантов. На самом деле этого нет. Тем не менее, Россия все еще рассчитывает организовать незаконное голосование на оккупированных территориях. Накануне секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак озвучил дату 4 ноября – День народного единства России. Референдум 4 ноября – новый проект от авторов «Киев за три дня» и «Донбасс до 9 мая». Пора менять сценаристов. А прежде чем есть с референдумами в другие страны, стоит попытаться провести честные выборы хотя бы в пределах Садового кольца. Да, вам это страшно, но попробуйте. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины, в Твиттер. Не приветствуют идею проведения псевдореферендума и на украинских территориях, которые Россия оккупировала в 2014 году, говорят правозащитники. Агитационные мероприятия они проводят, но они столкнулись с тем, что сейчас люди негативно настроены очень сильно к России, даже те, которые поддерживали в 2014 году. Это обусловлено, конечно, и состоянием этих территорий. То есть воды нет, продукты питания в 2-3 раза дороже. Плохие дороги, естественно. Отсутствие всякой медицинской помощи. Подобные псевдореферендумы не будут иметь никаких правовых последствий. Их организация и проведение противоречат Конституции Украины и нормам международного права. Результаты такого голосования не признает ни одно правовое государство.